Александр Дермонт Первый – это разработка препаратов с учетом мутаций. И второй – это инновационная иммуномодуляция. Несколько слов о меланомах с мутацией в гене БИРАФ. Длительное время считали, что комбинация ингибиторов БРАФ и МЭК или любых других ингибиторов для лечения меланомы является наиболее очевидным и потенциально лучшим методом лечения меланом с мутацией в гене БРАФ. И блокируя эти каскады ингибиторами БРАФ и ингибиторами МЭК, мы получили результаты, показанные на этом слайде, где, соответственно, трехлетняя общая выжимания составляет 44 года и пятилетняя выживаемая, соответственно, 34%. И запомните эти две цифры, пожалуйста, поскольку мы покажем, что используя методы иммуно-онкологии в лечении пациентов с поздними стадиями меланомы, результаты на самом деле можно получить существенно лучше. Инновационная иммуномодуляция была самой большой, самой важной революцией в лечении меланомы за последние 10 лет. И это определяется, соответственно, монопланными антителами антицитрола-4 и антипидеодин или антипидеодин. Антицитрола-4 повышает прайминг токсических Т-клеток, и это происходит с этновыми лифоузлов, и вы получаете, соответственно, множественные клоны Т-клеток, которые попадают в кровоток, и затем доходят до метастатической опухоли. Но вместе с опухолем эти токсические токсические клоны, которые экспрессируют ПД-1 на своей поверхности, связываются с легандами к ПДЛ-1 на макрофагах или на опухоли в клеках, и также в других клетках микроокружения опухоли, и далее они таким образом нейтрализуются. Соответственно, необходимо защитить Т-клетки, их эффекторную функцию, используя анти-ПД-1 или анти-ПДЛ-1, антитела. И эти молекулы являются наиболее эффективными с точки зрения иммунной активации и защиты от блокады функций, эффекторных функций иммунной системы. И то, что мы наблюдали только при применении антицитрола-4 в режиме монотерапии, это была первая молекула, которая появилась, мы увидели умеренно ответ на уровень 20%, и общая выживаемость в случаях продвинутых в стадии меланомы составляет порядка 20%. Таким образом, мы можем вылечить порядка 20% пациентов с меланомой, используя только антицитрола-4, антитела. И где, собственно, выжимать, соответственно, 20% через 5 лет. Используя анти-ПД-1, антитела, мы получаем повышение ответа до 40-45%, и также мы получаем общую выживаемость на уровне 40-45%. И это первые результаты исследования Кенот-001, где изучался, соответственно, пембролизумат. И далее, в последующем исследовании Кенот-006, если посмотреть на правый график, у нелеченных пациентов с поздним стадием меланомы было получено 43% 5-летней общей выживаемости, как показано на этом слайде. И еще в одном исследовании изучался Нивлмап, как анти-ПД-1 препарат, где сравнивали, соответственно, и, соответственно, зеленая кривая анти... Это комбинация анти-Ситела-4 плюс анти-ПД-1 рецептор, это Эпельмап плюс Ниволумап. И была получена общая выживаемость 52%. Посмотрите, опять же, еще раз на монотерапию. Это голубая кривая. 44% общей выживаемости. Это только Ниволумап. И на дальний момент эти цифры буквально высечены в камне, и они точно превосходят 34-35% общей выживаемости у пациентов, у которых применялись ингибиторы, комбинированные терапии Браффи ингибиторами и МЭК ингибиторами. Теперь давайте посмотрим еще одну комбинацию анти-ПД-1 препарата Эпельмап плюс низкие дозы Эпельмапа. В этом исследовании Киноут 0,29 мы видим совершенно фантастическую общую выживаемость. За три года она получилась 73%. И буквально пару недель назад было сообщение о пятилетней выживаемости в рамках этого исследования, которое составило у нелеченных пациентов с поздними стадиями меланомы, оно составило 68,3%. Таким образом, эти цифры явно лучше, чем то, что мы могли бы ожидать по сравнению с применением ингибиторов Браффи плюс МЭК. Но теперь, если посмотреть на популяцию с меланомой, с мутацией в гене Браффи, и при применении Неводмапа или Невоба в комбинации с Эпельмапом, мы видим, что у таких пациентов мы уже получаем только на Неводмапе. И, соответственно, 60% общую выживаемость, что существенно лучше, чем 34% при применении дофропениба плюс траметиниба. Соответственно, мы можем сказать, что иммунотерапия действительно здесь, если хотите, рулит по сравнению в смысле лечения продвинутых стадий меланомы. И проводились также исследования тройной терапии. Первое – это Атрезумаб, ингибитор ПДЛ-1, плюс комбинация Брафф плюс МЭК ингибиторов. И второе – это Спортализумаб, АнтиПД-1, АнтиДерлаб плюс комбинация Добрафани плюс Траметиниб. И эти две схемы тройной терапии, по сути, показали одинаковые показатели безрецидивной выживаемости. Но, тем не менее, разница в том, что одно исследование было чисто положительным, а второе – чисто отрицательным. И отсутствующим элементом в дизайне этих исследований было то, что в них должно было быть три группы пациентов. Не просто комбинация ингибиторов Брафф плюс комбо, которые сравнивают по эффективности с тройной терапией, но также нужно было надобновать АнтиПД-1 или АнтиПДЛ-1 терапию. И это не делалось в этом исследовании. Если бы это сделали, то мы бы увидели, что АнтиПД-1 монотерапия, по сути, была бы настолько же хорошей, как и тройная терапия. И она, соответственно, такая терапия была бы однозначно хуже, чем комбинация АнтиПД-1 плюс АнтиЦТЛА-4. То есть этот шарик, скажем так, уже, если хотите, сдулся, и мы не увидим большой значимости в лечении пациентов с мутацией в гене Брафф. И буквально две недели назад на заседании общества по исследованию меланомы в серии пленарных сессий АСКО были доложены результаты исследований DreamSec. И, соответственно, они обсуждались. Их представил Майкл Аткинс. В этом исследовании у пациентов с мутацией Брафф, соответственно, эти пациенты были рандомизированы на две группы. Либо они получали ИПЛИМАП плюс НИВЛУМАП с последующей поддерживающей терапией НИВЛУМАПом сначала, и затем при признаках прогрессирования им назначали схему ДОБРАФИНИП плюс ТРАМИТИНИП, то есть это ингибиторы Брафф плюс МЭК. Либо, соответственно, во второй группе они начинали с комбинации ингибиторов Брафф плюс МЭК, и затем при признаках прогрессирования они получали комбинацию ПЛИМАП плюс НИВЛУМАП с последующим назначением НИВЛУМАПа. И задавали, соответственно, был задан вопрос, получим ли мы какие-либо различия в зависимости от того, с какого метода терапии мы начнем, с какой схемы мы начнем. И результат был потрясающий, удивительный. Мы увидим, если говорить о безрецидивной выживаемости, что только в течение первых 7-8 месяцев комбинация ингибиторов Брафф плюс МЭК давала несколько лучших результатов по безрецидивной выживаемости, но потом мы получили перекрёст кривых, и, соответственно, те пациенты, которые начинали с комбинации ИПЛИМАП-НИВЛУМАП, у них результаты были существенно лучше, чем у пациентов, у которых начинали со схемы комбинации ингибиторов Брафф плюс МЭК, и после прогрессирования переключали на ИПЛИМАП-НИВЛУМАП. И различие здесь, как вы видите, поставляет практически 23% через 24 месяца по безрецидивной выживаемости. И по данным общей выживаемости мы можем увидеть такие же удивительные различия в 20% по общей выживаемости в пользу пациентов, у которых сначала назначали НИВЛУМАП плюс АПЛИМАП. Независимо от того, если пациенты были с мутацией в гене Брафф, результаты были существенно лучше посреди тем, когда мы начинали с комбинации брафф и ингибиторов Брафф плюс МЭК, и затем переводили на НИВЛУМАП плюс АПЛИМАП. Таким образом, в этом исследовании четко говорится, что комбинация антистала 4 плюс антипд-1 является лучшей начальной терапией у пациентов с поздними. продвинутыми стадиями меланомы и также также и для пациентов с мутацией генебераф и был проведен еще из и показано еще одна новая молекула и и было показано что она может очень неплохо работать в комбинации с анти-пд-1 это это анти-лак-3 молекулы релаклимаб это исследовала представлена аска 2021 это рк и где используется комбинация релаклимаба плюс неволумаб по сравнению с неволумабом в монорежиме при лечении при терапии ранее нелеченных пациентов с поздними стадиями меланомы и здесь было показано что эта комбинация анти-пд-1 по сравнению с анти-пд-1 монотерапией является превосходит ее и и эти результаты были значимыми через 12 месяцев с точки зрения показателя обязательной выживаемости что было первичной конечной точкой этого исследования но есть некоторая сложность в этом исследовании а может даже не очень маленькая сложность мы видим что монотерапия неволумабом с медианой беседивной выжимаемости была показана 4,6 месяцев всего лишь это чрезвычайно небольшая цифра естественно меньше чем то что мы увидели в предыдущих исследованиях тогда как комбинация с неволумабом дает медиану беседивной выжимаемости такая же цифра могла некоторых исследований была получена при применении неволумаба в монорежиме так что таким образом эти результаты еще предстоит как минимум подтвердить но тем не менее было показа что очень сложно чрезвычайно тяжело пробить этот потолок эффективности анти-пд-1 препаратов и если посмотреть на т-клетку и на ингибиторные рецепторы которых мы можем работать с антицитала 4 анти-пд-1 и антилак 3 антителами то эти стратегии три стратегии по крайней мере данный момент достаточно эффективны но и комбинации их с активирующими рецепторами которые показывают любые из этих рецепторов на самом деле все эти препараты не сработали были неэффективны соответственно комбинация двух ингибиторных антител на данный момент является лучшей стратегией в разработке комбинированных комбинаций препаратов для лечения такой меланомы также нужно понимать что на данный момент мы изучается широкая противопухоле активность антипд-1 антител изучается порядка 20 различных типов опухолей и на данный момент проводится порядка 3000 различных исследований когда антипд-1 антипд-1 антител является центральной молекулой основной молекулой и к ней мы добавляем антицитала 4 препараты или химиотерапии или лучевую терапию или блокаторы ангиогенеза или анти-VGF ингибиторы и любые типы таргетной терапии или вакцины или или какие-то комбинированные молекулы ключевой молекулой коровой молекул является антистелла 4 в дальнейшей разработке методов иммунотерапии работки комбинированных схем лечения мы понимаем что мы должны также посмотреть на то о чем нам уже хорошо и мы должны посадить то что мы уже достигли это такой прайминг токсических лимфоцитов с помощью антистелла 4 антител что позволяет разблокировать эффекторную функцию лимфоцитов и также использовать для чего используется антиподолаги антитела и теперь нужно посадить нам макрофаги которые также оказывают существенное иммуносупрессивное действие и соответственно мы можем разблокировать макрофаги с помощью наклонных антител к рецептору интерферон гамма-2 и также можем также можем снять нейтрализацию по рецепту в области рецепт-1 и примером является пролголимаб это это молекулы антиподолаги 1 инновационная молекула от российской компании компании биокат и анти-сиди-47 и анти-сирп альфа антитела которые усиливают функцию макрофагов и позволяют исключить блокирование функций макрофагов и также имеется молекулы реполяризации которые которые переводят м2 макрофаги с выраженным иммуносупрессивным действием переводят их в м1 иммуноактивные макрофаги есть различные препараты ccr5 ccr5-2 есть также галактин ингибиторы галактина 3 и целый ряд стратегий которые можем применять в этом отношении так что если посмотреть на очень инновационную интересную молекулу которая модулирует fc компонент антипд-1 молекулы то есть это препараты про големаб это публикация в европейском журнале онкологии и здесь описаны результаты исследований ракулу который проведено в россии если посмотреть на двухлетнюю данные по двухлетним выживаемости в исследовании ракуум мы видим 64 процента общая выживаемость двухлетняя на правом графике у таких пациентов с кожаной меланомы если посмотреть на обновленные данные по трехлетней выживаемости мы видим что через три года общая выжимание составляет 55 процентов и это опять же вполне сравнимо или даже лучше чем данные исследования кино 06 где выжимание составило 51 процент то есть соответственно про големаб это антитело представляется очень хорошим очень эффективным и по крайней мере она не хуже чем другие молекулы если посмотреть на гамма рецептор 2 макрофагов и если мы его пытаемся заблокировать с помощью соответствующих антител мы можем посмотреть на современную панель где где антитела к антигамма рецептора 2 соответственно взаимодействуют макрофагами и соответственно макрофаги удаляют анти pd1 антитела с цитоксических талимфоцитов и соответственно защищают их дальнейшую эффекторную функцию и соответственно эти клетки остаются активными их функция также остается усиленной и это еще одна стратегия которая позволяет нам усилить усилить функцию т-клеток защищая их от м2 макрофагов от супрессивных эффектов м2 макрофагов то же самое относится к блокаде контрольных точек макрофагов с помощью антисд 47 антител и антисерп альфа антител и здесь мы блокируем или блокируем сигнал не ешь меня на 747 или сирп альфа который находится на макрофагах и если мы это добиваемся этого то мы соответственно мы выключаем сигнал дон не ешьми на опухолевых клетках и соответственно иммунные клетки становятся активными против соответственно клеток опухоли если посмотреть на статью фридмана в журнале ночью views в серии клинической онкологии был проведен анализ данных инфильтратов по 10 тысячам опухолям и и и соответственно было показано что макрофаги м2 если они обнаруживаются которые обнаруживаются всех этих пахалях обозначает очень плохой прогноз и выраженную иммуносупрессию соответственно мы должны как-то наработать с популяцией макрофагов м2 которая которая соответственно ведет нам нас к разработке разных при различных препаратов взаимодействующих с такими макрофагами в частности ингибирование или деплеция галактина 3 позволяет нам позволяет нам добиться того что макрофаги типа м2 активируются не не активируются поскольку их они обладают очень выраженным иммуносупрессивным действием если мы добавляем галектин 3 в микрооружение опухоли и если мы его ингубируем то соответственно м2 макрофаги переключается превращается в м1 и соответственно мы получаем эффективный иммунный ответ теперь если мы возьмем все три элемента прайминг защиты эффектором функции токсичных т-лимфоцитов и и переключение макрофагов в опухолевом микритрате иммуносупрессивную функцию в активное состояние мы знаем что есть еще целый ряд механизмов избегания иммунного иммунного функции иммунной системы с которым возможно как-то справляться это мутация джак 1 2 и потеря каскадов гамма-интерферона потеря молекул первого класса гистовместимости далее иммунное исключение за счет активации каскада бета-котинина и также истощение это клеток которые также нужно скажем так же нужно как-то справляться кроме того можем говорить и о более умных цитокинах в частности о предвращении иммуносупрессивную иммуносупрессивную цунами вызываем его террегуляторными иммуносупрессивными клетками с помощью различных вариантов иммунной интегликина 2 это бмпек или НКТР-2014 или НЕОВИА ИЛ-2 и это интерликины которые позволяют нам исключить распространение и активации террегуляторных иммуносупрессивных клеток и вот это бмпек это молекула бмпекалдесликин плюс неволумаб это она сравнивалась в исследовании монотерапии неволумабом в условиях поздней стадии меланомы так и в условиях адювантной терапии и далее еще возникает вопрос а что с вакцинами да вакцины вакцины сами по себе они не работают однако они могут работать и сейчас они получили шанс на вторую жизнь поскольку появились анти-pd1 препараты поскольку вакцины могут работать при условии что эффекторные клетки которые активированы вакциной защищены от блокирующих эффектов pd1 на pd1 рецепторы и вот это замечательный пример исследование ее 102-103 публикованной анти-pd1 вакцина против иммуносупрессивных клеток есть это мы супрессивным это дендритные клетки и милоидные дендритные клетки и м2 макрофаги это регуляторные клетки естественно эта вакцина в нации с ливан лабом было показано что пациенту с меланомой мы получаем общий ответ порядка 80 процентов 50 процентов полный ответ и медиана безрецидивной выжимаемости порядка 31 месяца и такой подход таким образом настоящий момент является прорывом и соответственно fd разрешил проведение 3 фазы комбинации пепролизумаба с этой вакциной с вакцины против двойной вакцины против иммуносупрессивных клеток и вы видите страны которые участвуют в этом исследовании масса стран европе австралии новой зеландия сша латинская америка то есть в целом мы можем сказать что в случае поздних стадий меланомы эффективно является комбинация пилумаба и неумаба далее идет монотопениумаба и это работа на всех пациентов со всеми типами ланом как как дикого типа так и смутации в гене брав но транслируется если какая-то трансляция тех эффектов с в адювант в условии адювантной терапии и мы имеем совершенно линейную трансляцию в то что мы наблюдаем случае применения терапии в адювантном режиме соответственно первая молекула и плюмаб которая была первым причине поздних стадий также во первой разрешенной к для меланомы третьей стадии в адювантном режиме не волом об как было показано он превосходит и плюмаб как в условиях поздних стадий так в условиях адювантной терапии дофротиним плюс трамитин был альтернативой для меланом с мутацией гене брав и пембролизумаб это еще одна молекула которая превосходит плацебо в меланомы третьей стадии в условиях адювантного режима таким образом успехи при поздней стадии меланомы они транслируются в успехе лечения в адювантном режиме соответственно соответствующее разрешение по применению и теперь небольшой еще до если это было показано с линию ртси 18.1 я словно или сравнивали прямо против плацебо я не показал мне было показано с точки зрения безрецидивной выживаемости причем долгосрочные эффекты которые транслируются по сути в те же самые показатели риска по выживаемости без удаленных метастазов и также транслируется в соответствующее влияние на общую выживаемость проблема дозировки и плюмаба 10 мг на килограмм заключается в том что она приводит к высокой частоте иммунологических нежелательных явлений но здесь мы можем быстро заменить такой препарат на схеме доброфиниптрометинип у пациентов с мутацией в генебрафф это верхний кривой по сравнению с блацебо или либо антипд-1 препаратом и неволмаб плюс по сравнению с активной терапией с эпилемомабом и эти это исследовать чек-мейт 238 я или опять исследование и кинал это 054 с соответственно приман и также спереди мобом если вы демонтации статуса пункта пункта соборов представляет что пепли запрабатывать всех пациентов и по блюзову соответственно превосходит плацебо примерно с различием по выжимаемости общей выжимаемости через три года и также это исследование получаем тоже эффект у пациентов как положение так и отрицательных по пдл-1 и также и мы получаем по ксатистике 050 056 057 для разных подстадий третья стадия маломы то есть стадия а б и ц и также эффективность была показана даже более выраженной эффективность была у пациентов с мутацией генеберов абсолютная разница по стариклетним выжимания составил 25 процентов по сравнению от образования в верхней кривой по сравнению с плацебо по нижней кривой и на самом деле это лучше чем то что мы получаем в комбинации комбинации ингибиторов брав плюс амекинги и исследование комби айди где мы получили 20 процентов различия по беззадивной выжимаемости в исследовании комби айди а этот исследование и на той же популяции пациентов также транслирует транслирует свои среди пембролизумаба в те же и получив были получены точно такие же результаты с выжимаемостью без рецидивных и без удаленных метастазов мы видим из резины выжимать составила через три с половиной года составила пять из пятьдесят процентов и если говорить о пациент с мутацией бирав то мы также получаем абсолютно различие в 20 процентов по выжимаемости без отдаленных метастазов по сравнению с плацебо тогда как она стала только 14 процентов в при сравнении с диким типом следующий момент увидим ли мы превосходство комбинации антитела 4 плюс антибит один препаратов в условиях одевантного режима и было два таких исследований и два исследования чтобы одно было поликом же в двадцатом году у пациентов максимального риска то есть пациенты с резекцией и и четвертой стадии белономы это исследование именет в нем сравнивали комбинацию неволумаба с плюс и плюмамаб при этом доза прямо было три миллиграмма на три недели это очень важный момент который нужно запомнить для сравнивать с неволумабом в дозе три миллиграмма и третья группа получала плацебо и здесь была комбинация неволумаб при земле превосходила монотерапию антиподавим препаратом и плацебо далее было проведено более крупное исследование чекмейт 915 одно из самых крупных исследований 2000 пациентов где стало сравнение лапы с пиломаб по сравнению с неволумабом в монорежиме однако по сути это очень большая разница между этим исследованием поскольку неволумаб пациент получили как раз две недели в дозе через 80 миллиграмм а и прямо пациенты получали в очень низкой дозе один миллиграмм на килограмм каждый только раз в шесть недель они раз три недели после далее и и посмотри сюда вот эта доза и прямо баба была в шесть раз ниже чем доза и пилима баба и через который как при его при его применении с интервалом в три недели соответственно вот что произошло в этом вот и произошло в этом исследовании дозы и прямо баба была недостаточной и соответственно положительный эффект комбинации одевантной терапии неволумаба плюс анти под один препаратом не был получен еще один момент это еще один препарат который хотел упомянуть это новый тип интелликина второго который не стимулирует все эти регуляторные супрессивные клетки это комбинация неволумаба с бемпегом по сравнению с неволумабом в монорежиме и соответственно пациент из 3 стадии и пациент из 4 стадии после резекции и в этом исследовании все еще идет набор пациентов и результаты моего увидим где-то года через два соответственно далее возникает следующий вопрос тоже дальше если говорить об адевантной терапии если говорить об адевантных режимах то соответственно это дион терапии пациентах со второй стадии bc и в этой стадии есть столько же пациентов в этой категории как и в третьей категории пациентов для которых уже имеются разрешенные варианты терапии и если мы пойдем даже ниже стадия 1 2 а то показатель рецидива существенно ниже и чистая рецидива существенно ниже и мы можем только выявить пациентов у которых может произойти рецидив первичной опухоли и таким образом мы видим что стадии в красном 2b 3b и 3c показывают очень похожую общую выжимаемость через два или три года и они показывают исходные риски рецидивирования так как стадии 2b и 2c они они отрицательны по они отрицательны по соответственно по сторожевому и фузу стадии 2a равна стадии 2bc и равна стадии 2a bcd таким образом как зачатывать в антитерпии при меломе стадии 2bc поскольку в данной ситуации мы получаем часто рецидивов на уровне 25 до 50 процентов в течение пяти лет и было про два таких исследований кино 716 и checkmate 76 кей но исследуйте note о нем сообщалось на эсмо и и также в обновленные данные выставлен буквально пару недель на заседании общество исследователей меланомы посмотрим сюда результаты одевантной терапии в течение нового года фибролизумаба по сравнению с плацебо у пациентов со меланомы 2 стадии 2bc и здесь мы видим что обновленный данный обновлен анализ покрыл представлен буквально две недели назад как я уже сказал на создание общества исследователей меланомы посмотрите на данные по 18 месяцев на следующий через 18 месяцев они составляют практически 86 процентов для терапии с паближумабом и 77 процентов показатель безоцидивной выживаемости для группы плацебо показатель риска составляет 0,61 и если сюда включить снижение в умчании случая новых первичных волнов показатель риска 0,60 то есть такое же 40 процентное снижение новых случаев первичной меланомы которые вы наблюдаете и с точки зрения рецидивов при применении анти-пд-1 антицелл работает ли это для разных подгрупп то есть 3b 54 мы видим что приводит 3b 4a 4b мы видим такой же замечательный результат в стадии 2b в стадии 2c различие несколько меньше с показателем риска на уровне 0,82 но тем не менее мы в целом получаем что анти-пд-1 то есть пембролизмаб может быть по сути будет разрешен к применению при второй стадии и это произойдет до конца этого года и FDI должен разрешить его применение по этому показанию и это также означает что что будет если мы включим стадию 2a если посмотрим на всех пациентов с меланомой второй стадии стадии 2a показать часто риса делу существенно ниже при этой стадии стадии нужно будет выявить пациентов со шкалой оценки высокого риска с помощью тестов на профиль генной экспрессии на профиль генной экспрессии если это меланома высокого риска когда мы включаем рандомизацию если пациент низкого риска тогда эти пациенты по сути попадали в группу динамического наблюдения вот что произошло в день и в исследовании не в мела это исследование которые проводили в германии и голландии также было проведено еще одну исследование с алгоритмом в котором выявляли пациента высокого риска по рецидиву несмотря на то что у них имеется отрицательный тест отрицательный результат по по соответственно по соответственно лимфоузла и мы видим что же по естественно в гене экспрессии это гены которые мы можем посмотреть оценивать состояние первичной меланомы и этот алгоритм cpgp был опубликован в европейском журнале онкологии в двадцатом году посмотрите что произошло с больше 800 пациентами из клиники майо в сша и если вы были отрицательны по стражевому лимфоузлу и по алгоритму оценивать как низкий риск вы попадали в верхнюю голубую кривую риск без не вышиваемости было достаточно высока и риск инцидива был небольшой он составлял порядка до 11 процентов рецидивов если вы были а положительные по лимфоузлу и по алгоритму gpgp оценивать как высокий высокий риск пациента вы попадали в нижнюю кровь и красную но посмотрите на темно-голубую кривую по центру это пациенты отрицательные по соответственно по лимфоузлу но 30 процентов все равно по них поразовался рецидив через 5 лет и они все и соответственно их выявляли по алгоритму себе gp и это соответственно и и соответственно в целом у них были лучшие результаты по общей выжимаемости и по безрецидивной выживаемости и этот подход очень многое меняет поскольку означает что мы можем выявить пациентов несмотря на то что вы отрицательны по соответственно лимфоузла и по сути мы можем заменить систему тестирования по по соответственно лимфоузла и это пациенты которые действительно революционные поскольку они позволят обеспечить больше излечения пациенту сократить курсы терапии и уменьшить частоту хирургических вмешательств и и соответственно эти исследования их результаты придут на исследование пациент лечение рака толстой кишки колоректального рака рака мочевого пузыря локально продвинутого рака кожи и множество других опухолей то есть если у нас имеется неодевантная терапия то есть антипитадин то есть антитела антитела могут получить фантастический ответ и у пациентов с меланомой с пальпировыми лимфоузлами и далее мы можем оценить состояние тех лимфоузлов после неодевантной терапии и далее обнаружить и далее понять имеется ли если мы если мы видим хороший патоморфологический результат мы не увидим практически никогда рецидива эти пациенты можно считать практически полностью излечимы буквально за счет через после двух циклов химиотерапии циклов соответственно такой иммунотерапии и это исследование было предначально в голландии это при кристиан бланке тонн шумахер они сравнивали неодевантный режим и и и прямо плюс него лома голубые столбики с пациентом сначала проводилась операция а потом появилась одевантная терапия этими же препаратами и они измеряли те клеточные клоны то есть те клоны которые присутствовали исходно с клонами которые обнаруживались или были индуцированы одевантной терапии после статистико-хирургического лечения и мы видим эти столбики существенно выше больше с точки зрения разнообразия индуцированных клонов а также расширение скажем так палитры этих клонов за счет неодевантной терапии которые 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 скажем так когда пациент получали имея уже опухолем нагрузку лимфоузла это означает что имея такую армию клонов иммунокомпетентных клеток побеспечит существенно более выраженный положительный эффект таким образом мы видим что если мы получаем выраженный патоморфологический ответ то по сути мы больше не видим рецидивов у подобных пациентов и это были пациенты с пальпируемыми поражениями лимфоузлов и это зеленая кривая таким образом консорциум в совокупном сводом анализа консорциум мы видим что на дивантной иммунотерапии а которая основана на антипадоидин препаратах полностью превосход превосходят другие препараты если мы получаем выраженный ответ когда получаем полный или практически полный ответ мы практически не видим случаев рецидивов после этой терапии тогда как если мы видим ответ если мы видим какие-то мы будем какой-то какой апрель феды с даброфинибом и драпентинибом но мы практически не получаем какой-либо эффект на пациента с частичным ответом с таким образом мы видим абсолютное превосходство иммунотерапии при лечении меланомы при продвинутых стадиях заболеваний в неодевантных условиях и возможно даже в одевантных условиях и если мы назначим такой надевантную схемы и это исследует привопись сегодня лабом в на первых 100 пациентов соответственно и посмите специалистические марки маркер по всем лифоузлов то лифоузел то мы получим если мы получаем полный или практически полный патоморфологический ответ то то мы более не делаем лимфодисекцию и соответственно это работало 60 процентов пациентам не требовалась какая-либо терапевтическая лимфодисекция и и и и мне назначалась одевантной терапии то есть все что назначали пациента два цикла неодевантной терапии по схеме и прямом с неволумабом и это действительно революция которая началась с меланомы и далее она будет она привела к уменьшению числа лимфодисекции и также она начала работать в случае для лечения пациентов с раком мочевого пузыря с колоректальным раком 95 процентов полного патоморфологического ответа и также и также она используется при других типах опухолей и это весь ландшафт терапии это иммунотерапия соответственно на меняет тактику ведения пациентов я надеюсь что вы все готовы к этому и будете готовить во все участвовать всех этих исследований которые приведут к реализации всех этих предсказаний спасибо